Друзья, всем огромнейший привет! С вами Александр, канал Ты Турист, и я вижу то, что вам, в принципе, интересно наше общение в форме такого подкаста, когда я отвечаю на какие-то ваши вопросы и разбираю какую-то тему. Недавно вышел мой ролик «Квадрат по 700» назывался, там где заочный спор с моим подписчиком оказался им проигранный. Для тех, кто не смотрел, сейчас добавлю подсказочку, переходите, смотрите. Ну а сегодня я бы хотел с вами обсудить такую извечную тему, кто же все-таки сильнее, Жан-Клод Ван Дамм или Арнольд Шварценеггер. Это была, конечно же, шутка. Я хочу с вами обсудить тему, что лучше, депозит или квартира, которая сдается в аренду. Очень часто мне поступают вопросы от вас, в которых вы озвучиваете свои размышления. То есть, что лучше, стоит ли покупать квартиру для аренды, особенно та, которая сдается в 27-м году. Что будет на рынке недвижимости, что будет на валютном рынке. К сожалению, я не экстрасенс, не пророк и того, что будет в 2027 году, я не знаю. Но за то, что я знаю точно, это я знаю прошлое. А прошлое, в принципе, мы можем с вами заглянуть на 6 лет, немножко больше, чем на 6 лет назад. И на примере моей квартиры на улице Бельского, то, что я вам рассказал, сколько с нее заработал, сколько понес расходов на ее содержание, которое сейчас дается в аренду. Давайте сейчас тоже добавлю ролик, переходите, смотрите. Мы можем с вами посмотреть, все-таки, если бы я в далеком 2017 году продал эту квартиру и положил деньги на депозит. Потому что прошлое, к сожалению, не меняется. Оно имеет уже статичную форму. И, соответственно, и курсы валют, и ставки по кредитам, депозитам. Все это с вами мы можем спокойно посмотреть в официальной статистике. Значит, что мы имеем? Мы имеем 2017 год, май месяц, квартиру недалеко от станции метро «Спортивная». И стоимость этой квартиры на тот момент, опять-таки, тяжело сказать, но она была в районе где-то 40 тысяч долларов. Курс на тот момент был, как мы можем с вами видеть, 1,89. Ну и для такого, наверное, более честного расчета, чтобы люди не говорили то, что я пиарю квартиру и принижаю депозит, потому что как-то все-таки больше попадается в комментариях сторонников депозитов, я всегда буду брать немножко завышенные цифры именно в сторону депозита. Вы уж меня извините, но как есть. Значит, вот курс был 1,89 и квартира где-то стоила 40 тысяч долларов. То есть я тогда смотрел, в соседних домах, в таких же девятиэтажках, продавалось 3 квартиры по цене от 43 до 39 тысяч. То есть, ну, в принципе, я думаю, 40 средняя плюс-минус реальная цифра. Для того, чтобы понятно, что это все дело в белорусских рублях, я взял стоимость 80 тысяч белорусских рублей. Что, опять-таки, мы с вами можем посмотреть. Делить на 1,89. Это у нас выходит, я даже взял 42 тысячи, то есть даже больше, чем она есть. Ну и хорошо. Значит, 80 тысяч мы берем по состоянию на май 2017 года. Значит, динамиком депозитных ставок у нас есть на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь. Вот в этой вкладочке есть архив 2000-2020 год. Есть 22-й год, есть 23-й год. 21-й год, к сожалению, почему-то здесь выпадает. 21-й год был по ставкам самым бешеным, но я нашел статью на онлайнере. Статья на онлайнере у нас от 4 октября 2021 года. В принципе, она релевантная такая. И на тот момент вот я взял среднюю цену, то есть, 19,75. Это где-то, наверное, была действительно такая ставка, которую можно было попробовать в 21-м году выцепить. Соответственно, я свел вот такую вот табличку. Опять-таки, 2017 год, средняя тарифная ставка. 1,79 была по данным Нацбанком. 2018-й 1,13 по данным Нацбанком. 2019-й 12,22 по данным Нацбанком. 2020-й 11,48 по данным Нацбанком. 2021-й 19,8 по данным статьи на онлайнер. И 2022-й 17,26 и 2023-й пока что есть информация только за ноябрь. 12-13, то есть мы берем вот эти вот исходные данные, много цифр будет в этом ролике, поэтому для тех, кто слабо воспринимает на слух, можно где-то нажимать на паузу, все внимательно смотреть, рассматривать, ну как бы что есть. Открываем самый стандартный депозитный калькулятор и представляем то, что я бы прогонял эти деньги, полученные от квартиры, с капитализацией под процентную ставку. Процентную ставку я опять-таки беру выше, чем она по данным Нацбанка, потому что если средняя была, допустим, на уровне 1179, я думаю, что плюс-минус 1% можно было найти. А дальше, друзья, будет очень много цифр и будет много такой неоднозначной информации. Почему люди никогда не могут договориться, что же все-таки лучше депозит или сдавать квартиру? Потому что есть, наверное, три абсолютно разных подхода в этом вопросе. Опять-таки берем подход с позицией создания капитала, то есть когда мы увеличиваем ценность нашего имущества, чтобы получать с него какую-то прибыль и плюс получать, так сказать, прибыль за счет роста этого имущества. Можно подходить с точки зрения пассивного дохода. То есть когда нас рост капитала не интересует, но нас интересует ежемесячно, сиюминутный пассивный доход, который мы можем тратить и, грубо говоря, может быть меньше работать, может быть вообще не работать. И поступать таким образом. Ну и есть, наверное, промежуточный этап. Это когда мы частично все-таки пытаемся создавать капитал, а частично полученные деньги проедаем. И вот исходя вот из этих вот всех трех позиций, совсем разные у нас получаются цифры. Давайте прогоним первый вариант. Первый вариант это когда мы в бешеном темпе просто все деньги, вот мы 80 тысяч продали квартиру, в 2017 году закинули по 13% годовых и с учетом капитализации прогоняем по депозитам все эти 7 лет до мая 2024 года. Значит, после первого года у нас выходит 91 043 рубля. Потом у нас во второй год по 13% годовых выходит 103 610 рублей. 103 610 мы загоняем опять с учетом капитализации уже по 14%. И у нас выходит 119 113 рублей. 119 тысяч мы загоняем под 13%. У нас выходит 135 тысяч рублей. 135 мы загоняем под 20%. Конечно, такие процентные ставки бывают редко, но вот в эту 7 летку такое получилось, такое попало. И у нас выходит 165 тысяч рублей. 165 тысяч рублей мы загоняем под 18%. У нас выходит 197 тысяч рублей и 197 мы загоняем под 13%. И на выходе у нас с учетом капитализации всего выходит 225 тысяч рублей. Давайте зафиксируем, то есть если бы мы просто эту квартиру прогоняли по депозитам, загнали ее под проценты, у нас бы на выходе сейчас был капитал 225 тысяч 274 рубля. Что можно поделить на курс 3.16 и получим 71 тысячу долларов. Напомню то, что квартира в долларовом эквиваленте у нас получалась с вами где-то около 42 тысяч стоило. То есть за 7 лет прирост практически в 2 раза. Есть у нас и другой подход. Другой подход у нас заключается в чем? Другой подход у нас заключается в том, что мы квартиру прогоняем через депозит, но полученные деньги ежемесячно мы не капитализируем, а снимаем себе на жизнь. И вот значит в семнадцатом году, если бы мы это все сделали, 10 тысяч 400 у нас бы получилось за год. И это 866 рублей в месяц. При том, что квартира в тот момент сдавалась где-то в среднем за 500 рублей. То есть на 366 рублей больше, чем приносила квартира. В восемнадцатом году, с учетом того, что процентная ставка такая же, сумма не поменялась бы, 866 рублей была. В девятнадцатом году уже под 14% годовых, 11,220, если разделить, это уже 935 рублей ежемесячно приносил бы депозит. Уже практически в 2 раза больше, чем квартира. Потом под 13% годовых, опять у нас понятно, что 866 рублей, или сколько там, очень близко к этому, 10,381 делить на 12 месяцев. Да, 865 рублей, наверное, разное количество дней в году здесь было. Под 20% годовых, если бы мы закинули в 2021 году, у нас было бы 16 тысяч рублей. И это мы бы уже могли с вами рассчитывать в месяц на 1333 рубля. Для 2021 года это вполне хорошая зарплата. То есть многие люди, даже в данный момент времени, зарабатывают 1300 рублей, ходя каждый день на работу. А тут просто депозит бы нам в 2021 году принес бы 1330 рублей. В 2022 году под 18% годовых у нас бы получилось уже немножечко меньше. Но тоже очень неплохо, 1200 белорусских рублей. И, значит, под 13% годовых опять где-то 865 рублей принесла бы эта квартира ежемесячно. То есть мы бы могли, возможно, меньше работать, возможно, больше отдыхать и все эти деньги тратить. Но на выходе в мае 2024 года у нас бы как было телодепозитом 80 тысяч белорусских рублей, так бы оно 80 тысяч и осталось. А это значит то, что в долларовом эквиваленте делить на 3.16 у нас бы получилось то, что у нас осталось 25 тысяч долларов США. И, конечно, за 25 тысяч долларов США сейчас абсолютно ничего не купишь. То есть наша единственная возможность продолжать, это дальше продолжать прокручивать эти деньги по депозиту и рассчитывать на то, что будут хорошие процентные ставки. Ну и, наверное, третий вариант, такой самый неоднозначный, это если мы берем первые 5 лет из процентов 500 рублей себе, остальное пополняем депозит. И последние 2 года 600 рублей себе и остальное пополняем депозит. То есть это исходя из того, чтобы получить такие же деньги, как из квартиры и посмотреть, что у нас получится по итогу. Долго рассказывать не буду, но вот эти цифры не ориентируйтесь, потому что они здесь вместе с процентами. Я в графике начисления смотрел вот эту вот итоговую цифру, то есть 84 и так вот прогнал все. И, значит, у нас бы получилось то, что первый год на 365 рублей пополнялся бы вклад, на второй год по 400 рублей, потом по 550, по 500 рублей. Когда 20 это 1000 рублей, потому что, ну вот видите, 1526, а квартира сдавалась за 500, то есть 1000 можно пополнять. И, соответственно, на седьмой год мы выходим на цифру 124080 и финальная цифра 130080 рублей. То есть мы бы могли тратить каждый месяц столько денег, сколько нам в данный момент приносит сдача квартиры, это по 500-600 рублей. И при этом у нас было бы сейчас на депозите 130 тысяч белорусских рублей. Сейчас предлагаю перейти к стоимости квартиры и посмотреть, как изменилась она и что дает, грубо говоря, прирост капитала стоимости квартиры и сколько дала аренда от нее. Как мы знаем, квартира у нас вполне спокойно сдается в аренду и деньги, полученные с аренды, точно так же можно спокойно прогонять по депозитам. Значит, опять-таки берем, тут уже сильно я высчитывать не буду, берем 550 рублей в месяц белорусских рублей, это средняя цена сдачи квартиры за последние 5 лет. Загоняем их под 13% годовых, ставим ежемесячное пополнение 500 рублей, а, даже, наверное, не так, да, сейчас я прям по ходу исправлю. 500 рублей средняя сдача квартиры за 5 лет, ставим ежемесячное пополнение по 500 рублей и тоже ставим капитализацию. Прогоняем эти деньги 5 лет и на выходе у нас получается 42 880 рублей. Поскольку депозитный калькулятор ограничен 5 годами, больше, чем 5 нельзя, то, значит, эти 42 888 рублей мы загоняем еще на 2 года, опять-таки, под 13% годовых. То есть, я тут не заморачивался, хотя мы видели с вами то, что я те депозиты считал даже и по 20% годовых, то есть, в принципе, можно было бы больше, наверное, даже, давайте, наверное, все-таки для какой-нибудь более честной поставим 15. Ну, ладно, давайте 14 поставим, под 14% годовых ставим вот это вот. Цена аренды тоже у нас повысилась, берем среднюю 600 рублей, хотя она тоже, на самом деле, немножко больше. Берем 600 рублей чистыми и на выходе у нас получается через 2 года, тоже до мая, ну, до июня. Выходит до июня 2024 года, то есть, так же, как мы с вами смотрели первый расчет, у нас выходит 73 176 рублей. Запоминаем эти цифры и возвращаемся еще вот к чему. Как мы с вами знаем, курс доллара у нас с 1.89 на май 2017 года изменился до 3.15, даже немножко больше, чем 3.15 на 15 января 2024 года. Соответственно, стоимость квартир тоже изменилась. Я открыл приблизительно релевантные квартиры, 75-й, 92-й год выпуска, поставил однушки, поставил приблизительно район. Конечно, Веснянка, тут рядом железнодорожные пути, может, не очень релевантно. Смотрим больше вот на вот этот вот участок на карте. И, значит, мы имеем... Квартира, кстати, у меня 36 практически квадратов. Имеем самый дешевый вариант квартиры, это 33 квадратных метра, 44 900. 34 900. 31 метр тоже 44 900. Дальше 33,6 49 900. И дальше пошла дороже. То есть, в принципе, я думаю, что никто не обидится. Если я возьму вот 142 тысячи, вот эту минимальную стоимость, с учетом того, что у меня квартира больше метров, то что за реальную рыночную стоимость, за которую я сейчас могу продать эту квартиру, которая, напомню, в 2017 году стоила 80 тысяч. Итого мы, значит, берем 142 тысячи и возвращаемся к нашему депозитному калькулятору за счет аренды. И 73 176 рублей на аренде. Открываем калькулятор. 73 176 рублей плюс 142 тысячи белорусских рублей. На выходе мы получаем 215 176 рублей. Вот такой интересный расчет получился. Уже два года, как у меня канал. И каждый раз со мной каждый год, каждый месяц, наверное, даже практически каждую неделю появляются в комментариях люди, которые пытаются доказать то, что депозит лучше. Кто-то пытается доказать то, что лучше квартира ничего не будет. Ну и, наверное, можно было бы подвести в данный момент итог. Перед тем, как подводить итог, друзья, напишите в комментариях, как вам не очень тяжело вообще воспринимать информацию, столько цифр. Ну и давайте вот коротенечко подведу итог. То есть вот мы рассмотрели с вами 5 вариантов. Первый вариант – это мы все кидаем на депозит. Итого на май 24 года у нас наш капитал 225 тысяч рублей. Потратили мы, естественно, 0, потому что мы все прокручивали через депозит. Рассматриваем здесь с позиции точки зрения капитала и с точки зрения какого-то денежного потока ежемесячных трат. Вариант второй. Тратим, все, я его назвал так. То есть мы 80 тысяч прогоняем на депозите и 7 лет полностью полученные проценты тратим. На процентах у нас получилось 83 200 рублей. Это почти 1000 рублей в месяц. То есть очень неплохо. Допустим, дополнение к зарплате, мне кажется, вполне отлично. Но единственное только то, что да, 80 тысяч рублей, за них сейчас ничего не купишь. Соответственно, это надо дальше прогонять их по депозиту, потому что других вариантов нет. Это уже всего лишь на какую-то такую машину остается. О квартире речи и не идет. Вариант три. Это забираем себе 500-600 рублей в месяц, как прибавка к зарплате, чтобы немножко комфортнее чувствовать себя. И остальное пополняем депозит. Итого имеем на май 2024 года капитал на счету 130 тысяч. И потратили мы 45 тысяч рублей. Это где-то 535 рублей в месяц. То есть вот как я и говорил, то есть приблизительно там в среднем 500-600 рублей мы брали. И 130 тысяч у нас есть. 130 тысяч у нас, как мы видели, не хватает даже на самую дешевую однокомнатную квартиру. Надо где-то 142. Но скорее всего, как бы можно что-то подумать. Можно какой-то там кредит взять или отсрочку платежа, какую-то рассрочку взять. И все-таки квартиру можно себе купить. Ну и также 130 тысяч можно продолжать дальше прогонять по депозиту. Вариант четыре. Это сдаем квартиру и полученное кидаем на депозит. Стоимость квартиры в данный момент, как мы с вами определили. Опять-таки, пока квартира не продана, тяжело рассуждать о ее стоимости, потому что зафиксировать не получится. А все остальное это наше предположение. Но я предполагаю, что стоит она где-то 142 тысячи рублей. Это ориентировочная цена квартиры. И 74 тысячи у нас бы получилось через депозит. Итого 216 тысяч рублей у нас был бы капитал. Соответственно, за 74 тысячи, как я уже сказал, особо ничего в плане квартиры не купишь. Но можно продать свою, допустим, однушку и купить уже за 216 тысяч даже какую-то такую мопидовскую двушку. Плюс-минус где-то около этого. Поэтому, как бы, можно улучшить, так сказать, свой актив, свой объект, который мы сдаем. То есть, допустим, купить более новый дом, купить более большую площадь, допустим, уже от двушки отталкиваться. То есть, здесь уже варианты есть, как поиграться. И вариант 5. Я назвал его «Сдаем квартиру и тратим все безудержно, спускаем бабосик». 142 тысячи у нас есть квартиры. Это ориентировочная ее цена в данный момент времени. И 45 тысяч рублей, опять-таки, где-то в среднем по 535 рублей в месяц мы с вами спустили и прогуляли. Но, опять-таки, обращаю ваше внимание, то, что квартира подразумевает под собой дополнительные расходы. Там периодически что-то ломается, там периодически что-то отваливается. И все-таки из этих 45 тысяч на содержание квартиры определенная сумма, где-то в пределах, там, наверное, около 2000 рублей за все это время ушла бы. Точные расходы у меня есть в моем предыдущем ролике. Также хочется обратить внимание, то, что квартира, естественно, изнашивается. В ней нужно обновлять ремонт. Хотя бы, наверное, раз в 10 лет делать косметику, которая тоже потянет полторы тысячи где-то рублей. Итак, значит, вот пишите в комментариях вообще, что думаете вы. Я, если честно, всегда очень плохо относился к депозитам. Но разложив все вот так вот по цифрам, и конкретно на своем варианте, я понимаю то, что квартира в данный момент времени, наверное, еще даже хуже, чем депозит. Депозит не покрывает инфляцию, и все равно ты остаешься в минусе, понятно. А с квартирой возможность залезть в минус еще больше. Очень неплохой вариант – это четвертый. То есть мы сохраняем себе квартиру, деньги, полученные из квартиры, прогоняем через депозит, и потом, грубо говоря, улучшаем свой объект. То есть берем более новый дом, немножко дороже начинаем сдавать, и опять поступаем точно так же. Я бы, наверное, все-таки для себя выбрал вот этот вот четвертый вариант. В принципе, я практически его и придерживаюсь. Единственное только то, что у меня деньги, полученные из квартиры, ушли немножко на Минскмир, на квартиру. Но как бы я считаю то, что это все равно плюс, это не прогулял, не пропил. А так, на втором месте для меня, наверное, вот этот вот депозит. Все на депозит и 225 тысяч по итогу – очень неплохая цифра. На третьем месте, наверное, для меня, если мы уже хотим именно ориентироваться на пассивный доход, это, наверное, уже гуляй так гуляй. Продал квартиру, по 1000 рублей в месяц получаешь, за 1000 рублей вообще до сих пор можно жить, ну, выживать, скажем так. Несколько лет назад можно было жить. И спокойно, вот сейчас бы эти 80 тысяч дальше продолжили гоняться по депозиту. Значит, наверное, вот такой итог коротенький я подведу. Все-таки первое место для меня – это вот вариант 4. Да, вариант 4 – это, наверное, для меня первое место. Но если кто-то, допустим, не хочет работать или не имеет возможности работать физически, у каждого там разное здоровье, разные определенные жизненные моменты, то вот вариант 2 тоже можно его использовать. Но, конечно, на выходе 80 тысяч – это очень мало. Вот такой, друзья, вышел ролик. Если вам интересно подобного рода форматный такой вот подкастный мой блог, пишите в комментариях, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Я думаю, то, что еще сниму несколько интересных роликов, там, как выбирать квартирантов, какие нюансы есть при сдаче квартиры, и что-то в таком духе в ближайшее время будет на канале. Ну, а пока я с вами прощаюсь. С вами был Александр. Всего хорошего вам, до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok